Палачи исторической правды не иначе. Вместо того, чтобы созидать и строить этими же тросами, вилочными погрузчиками, тракторами и зубилами, евросоюзовские националисты нещадно выкорчевывают память о миллионе советских солдат, кто положил свои жизни за Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, спас их от нацистского насилия, особенно Польшу. И вот в стране соседки такая благодарственная декоммунизация в прямом эфире Ютуба. На штыках таких вот советских солдат в Польшу принесли коммунистический режим. Они заменили немецкий нацизм советским тоталитаризмом, который убивал поляков до 89-го года. В свободной Польше нет места для советских символов. Нельзя ставить памятники тем, кто порабощал свободные страны. Такое политическое шоу на костях. Истребитель всего советского. Кароль Навродский объедет еще не одно кладбище, чтобы показушно разбить и без того оставшиеся на территории Польши 60 памятников советским воинам. Моноспектакль на том не остановился. Парафраса «бессмыслица разрушений памятников» прозвучал лично от пресс-секретаря польского МИДа Лукаша Ясина. Только уже камнем в наш огород. Якобы белорусская страна разрушает захоронения печально небезызвестной армии Краева. Ликвидация польских могил и памятных мест – еще один и самый яркий пример действия минского режима против поляков в Белоруссии. Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, стремящихся стереть любые следы польскости в Белоруссии. Разрушение воинских захоронений не изменит историю и не сотрет память о прошлом. Это еще раз показывает миру варварство нынешнего режима. У белорусов же совершенно противоположное отношение к захоронениям. Мы политики на костях принципиально не делаем. Даже если это кости тех, кто уничтожил заживо в 40-х тысячи наших деревень. Кости тех солдат вермахта, кто сюда пришел с мечом и от меча же погиб. Спустя время мы разрешили перезахоронить по их же вере. Это немецкое военное захоронение, что у деревни Щатково под Бобруйском. В 2009-м мы предоставили землю для перезахоронения 15 тысяч останков немецких солдат. А сегодня их количество достигает 40 тысяч. Останки солдат обнаруживает 52-й поисковый батальон Министерства обороны Белоруссии. После чего, согласно договору, осуществляется их передача Народному союзу Германии по уходу за воинскими захоронениями. Когда мы работаем в полях, ищем наших в первую очередь бойцов 41-го года, как правило, мы регулярно находим останки и немецких солдат. Сразу же, буквально в этот же день, в это же время сообщаем в Народный союз Германии. Те присылают своих представителей, их поднимают и с воинскими скромными воинскими почестями захоранивают на сборных кладбищах. Без каких-либо торжественных мероприятий найденные останки предают земле. Здесь каждый шаг, каждая полметра земли – чей-то гроб. И до сих пор за 14 лет ни одного варварского раскопа и ни единого желания испепелить упокоенных здесь фашистов. До ковида приезжали немцы, навещали своих погибших. Отношения населения очень спокойные. Не было ни одного акта вандализма, не было ни единой надписи за все это время. Частник ухаживает за этой территорией по трудовому договору. Это место, где упокоятся немецкие солдаты. Никто их не тревожит, не беспокоит. И если уж мы смирились с теми, кто совершил геноцид белорусского народа, то уж тем более никто не беспокоит братское захоронение солдат в поселке Долгиново. Это Вилейский район. За закрытой оградой 20 на 15 более двух десятков бетонных крестов. Под ними русские, немцы, поляки и красноармейцы. Военнослужащие, кто выполнял приказ в трех крупнейших войнах 20 века. Среди укрупненных братских захоронений – одиночки в память о поляках, погибших в советско-польской войне. Отдельная ограда с событием 1939 года. 17 сентября 1939 года здесь, в соседней деревне Погост, был бой, в результате которого пять польских пограничников были убиты и были похоронены в деревне Погост. Была зарантирована совместная белорусско-польская экспедиция. И обнаруженные костные останки нашли свой последний приют, здесь же на кладбище в Долгиново. Вот это воинское захоронение. Удалось установить по архивным данным фамилию одного из польских пограничников. Это был сержант Стефан Комар. Он же был руководителем, командиром этой заставы. Церемония перезахоронения останков солдат корпуса охраны пограничья прошла в сентябре 2017-го. С почестями и не без службы в местном костеле. Спустя пять лет ни к одному кресту не заросла тропа. Выбеленная часовня словно отбеливает и все черные страницы трех воин. А местные лично инициируют стихийные субботники на этом закрытом военном периметре. Любое захоронение – это святое место. Поэтому, как пример, рядом живет главврач нашей Долгиновской больницы, который постоянно вместе со мной принимает участие на ведении здесь порядка. Мы постоянно обкашиваем это место. У нас, получается, раз в месяц мы обязательно здесь работаем. Либо я, либо мой работник сельского совета, либо главный врач, либо сосед, который живет напротив. Кроме личных инициатив и внимания белорусского государства, Министерство обороны продолжает вести учет воинских могил. Сегодня есть информация о 87 польских захоронениях, из которых 58 в официальных учетных списках. Мы постоянно не забываем об этом, постоянно стараемся дать достойное упокоение пусть и врагам, но они погибли здесь, у нас, и мы просто, как цивильные люди, обязаны соответственным образом относиться к погибшим. Ведь они, по сути, шли сюда под приказом. С одной стороны, с другой стороны, добрая половина стала сознательно, то есть, зная, на что она идет. Два десятка могил, на которые указала лично Польша, либо не обнаружены в ходе поисковых работ, либо уточняются. И вот тут важно понимать, что понятие «уточняется» не есть антипольская компания, как нынче это преподносится работниками польского МИДа. Зато начнут ли компанию против себя и своих уроженцев, сами поляки еще предстоит узнать. Это местечко Ленина, Горецкий район, 50 километров, граница с Россией. Бетонная каска, что возвышается в округе, символ советско-польского боевого содружества. В октябре 43-го года в самое пекло Великой Отечественной части Красной Армии объединяются с 1-й польской дивизией имени Тадеуша Костюшка. Дебютное объединение на поражение фашистских войск. 1-я польская дивизия формировалась по инициативе Союза польских патриотов под Рязанью в селецких военных лагерях. Большинство лиц польской национальности, либо этнических поляков, они рынулись к этому месту сбора, именно добровольцами записываться в эту польскую дивизию. Польская дивизия прошла военное обучение и уже 1 сентября 43-го года она выехала на фронт и прибыла под Ленина 10 октября этого же года, вступила в состав 33-й армии Западного фронта. За два дня боя, 12 и 13 октября, погибли 1711 советских солдат и 502 польских воина. В память о каждом в 1968 году на месте сражения возводят мемориальный комплекс «Инициатива Советского Союза». Стелла и музей появились здесь за два с половиной месяца руками лауреата Ленинской премии Белопольского, архитектора Хамина и скульптора Цыгаля. Из Польши по большей части едут в индивидуальном порядке польская молодежь. Они в обязательном порядке всегда просят экскурсию, хотят установить единственно правильный вывод о этой польской дивизии имени Тадеуша Костюшка. То есть очередной раз они хотят приехать сюда, убедиться, что здесь чтится память о павших польских воинах. Независимо от пары года здесь гостили и родственники погибших, и польские ветераны. В 70-х они активно доставляли землю с советских братских могил, которые стихийно образовались в Польше. А еще привозили экспонаты, следили за жизнью музея. В 93-м, на месте, где польская дивизия начинала свое наступление на немецкие оппозиции, появились гранитные плиты с именами павших поляков. Аллея ведет к так называемому польскому военному кладбищу. На средства польских ветеранов были установлены эти постаменты с этими гранитными плитами к 50-летию битвы под Ленина. Сейчас польское военное кладбище находится на попечении нашей общественности, нашей молодежи. И, конечно же, здесь проводятся субботники и мероприятия по наведению порядка с привлечением нашей молодежи. Весь комплекс, состоящий из пяти памятных пазлов, состоит на балансе районного отдела культуры, который и поддерживает финансово импульс музея. На территории Мегалевской области всего на государственном учете воинских захоронений 1723 захоронения. И захоронение польских воинов – это одно из этих захоронений. То есть оно находится на государственном учете, у него есть паспорт, комплексный уход, благоустройство, капитальный ремонт. Вот весь спектр услуг применяется в отношении и этого захоронения для того, чтобы поддержать его надлежащим состоянием. Различий никаких мы не делаем. Комплекс Ленино по делу поставлен, и он выполняет свою роль, роль историческую, роль культурную. Есть очень много людей, которые знают, помнят, поддерживают. Являются патриотами Беларуси, поскольку они ценят ту работу, тот вклад, уход за могилами и за самим комплексом. Ценят, потому что они видят это. Тот, кто хочет, тот видит. В большей степени не забыли те люди, чьи отцы, деды, как говорится, воевали. Эти готовы из себя снять кожу, я скажу честно. И они сотрудничают, они приезжают. Они больше заинтересованы, чем официальная Польша. Увы, могилы убийц белорусов из армии Краева, кажется, больше заботят польскую власть, нежели их историческое достояние, оставленное нацией еще задолго до различных войн. Так на польском кладбище в Могилеве трещат по швам и разрушаются в щепки, буквально произведения искусства. Надгробья князя Тихоновецкого и последнего предводителя польского дворянства Жуковского. Как вы видите, что памятник разрушается, что мы очень много в свое время писали, очень много вели переговоры на эту тему на уровне аж трех министерств польских, которые в сути своей уставной деятельности этими вещами занимаются. В свое время даже приехала рестораторская группа во главе с профессорами. И вот они приехали, сделали предохранительную часть и уехали. И на этом вопрос закрылся. Господин Журовович тридесятка лет отвечает за польскую культуру на Могилевских землях. Казалось бы, все двери в кабинеты Варшавы для решения вопросов должны быть открыты. Но нет. Лишь переписка. И та на полтысячи документов. Журовович лично радеет за сохранение памятников. Например, скульптура скорбящей женщины, что извоял сам мастер Святого Престола в Ватикане, Пюс Вилонский, еще держит форму. Работ скульптора на территории Восточной Европы осталось всего две. В белорусском Могилеве и польском Ченстахове. Вопрос подмазывания не стоит. Стоял вопрос, и мы их с кусков собирали практически на ново. Там, где эта возможность такова была, где этой возможности не было, ну, к сожалению, вот существует проблема до сих пор. Это польская культура. И, в общем-то, по сути своей Польша, ну, логически, по идее, должна была бы оказать помощь. Вот, с учетом опыта реставрационного того, который Польша имеет. Кроме опыта срочно спасти польское искусство, Могилевский союз поляков получил и опыт организации сайта, где пофамильно отмечены все польские могилы. С фото и дополнениями. А теперь вернемся к обращению того же пресс-секретаря польского МИДа Ясина. Мы обращаемся к белорусским властям с призывом немедленно прекратить акты вандализма на кладбищах, выявить и привлечь к ответственности виновных. Польша твердо требует бережного отношения к могилам и поминовению усопших. Отношение белорусов к любым захоронениям бережнее и заботливее некуда. Без указок, не сквозь зубы. Мы чтим память независимо от национальности. Мы спокойно принимаем даже тихие перезахоронения фашистов. Здесь захоронены те, кто пришел к нам с мечом. А коль у нас существует притча, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. А там захоронены победители. Те, кто освободили Европу, те, которые победили фашизм. Белорусы настолько гуманны, что они позволяют такие захоронения на территории своей страны. И даже им мысли нет. Проехаться трактором по могилам, выкорчевать буквы и кресты и через ютуб-трансляции показывать миру истинное варварство режима. К ним, так я не знаю, криком надо кричать. Что ж вы делаете, люди? На кого вы сейчас похожи? Что такие зверства творите? Ведь нельзя трогать. Это даже не по нашей вере, не по их вере это нельзя делать. Я не знаю, почему сейчас вот такое зло возникло.